Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка отличного товара, который можно приобрести абсолютно с любой стороны по самым низким ценам. И на стартах продаж от официальных магазинов можно урвать скидку до 70% и купить по максимально низкой цене. Сегодня ко мне пришли две мини блютуз колонки от фирмы ViceTiger. Как всегда, все отлично запаковано, без всяких претензий. Товар приезжает быстро в любые регионы. Сразу же скажу, что все ссылочки на проверенных продавцов, на официальный товар я оставлю в описании к этому ролику. Можете переходить и смотреть более подробную информацию и нужные характеристики. Как вы видите, упаковочки выглядят очень просто, без всякого пафоса. Вверху есть только просиликоненная надпись ViceTiger. Итак, давайте быстренько распакуем эти две колоночки, посмотрим комплектацию, посмотрим как она выглядит, какой имеет функционал. И, конечно же, послушаем, как звучит одна колонка и как звучит две колонки. Потому что они также имеют ТВС режим и могут соединяться в стереопару. Итак, в комплекте у нас идет вот такая колонка, сейчас мы ее посмотрим. Также вот такая инструкция и зарядный кабель USB-MicroUSB. Достанем саму колоночку. Выглядит она как большая таблетка, по диаметру имеет круглую форму и приплюснута с обоих сторон. Давайте распакуем вторую колонку. В принципе, все то же самое. Абсолютно никаких дефектов не обнаруживается. На вид и на ощупь, как дорогой качественный товар. Итак, данные колоночки имеют название ViceTiger C200. Сразу же давайте начнем с особенностей данной модели. Первое, это то, что эти колонки полностью водонепроницаемые. Имеют защиту IPX7. Если каким-то образом случайно они попадут в воду, то смогут спокойно продержаться около 30 минут под водой, даже при включенном состоянии. После этого достаточно будет их вытряхнуть и дальше пользоваться, как и обычно. Второй плюс, это автономность работы. Данные колонки могут проработать 24 часа при громкости 50%. Если повышать громкость, то приблизительно хватит их на 10 часов. Емкость аккумулятора 800 мАч. Ну и третье, то что я говорил, данные колонки могут сопрягаться в ТВС режиме, соединяться в стереопару и работать одновременно, играя одну мелодию. Конечно же, это создает 3D звучание и колонки, конечно же, слушать одно удовольствие. Мы это все еще протестируем. Давайте теперь немного информации по самому дизайну. То есть сверху находится у нас шнурок вот такой. Его прикреплять не нужно. Он сразу же в комплекте зашнурован. И ничего дополнительного вам делать не придется. Спереди у нас находится эмблема ViceTiger. Кнопка уменьшения громкости. Play, pause и кнопка добавления громкости. Кнопки механические. И нужно нажимать их с усилием. Потому что они находятся поверх защищенной основы. Напоминает немного резину софт-тачем. Дальше на правой боковой панели. У нас включение-выключение самой колонки. Кнопка микрофона. И кнопка сопряжения двух колонок в ТВС режим. На нижней стороне у нас стоит заглушка. И под заглушкой у нас зарядный разъем microUSB. И разъем 3.5 Jack для подключения по проводу. Подключать, понятное дело, можно к любому Bluetooth-устройству. Это смартфоны, ноутбуки, планшеты, телевизоры и тому подобное. Заглушка довольно массивная. Чтобы не попала, конечно же, влага и вода. Задняя сторона полностью пластиковая. Никаких там резинок, ничего нет. Вот здесь, с правой стороны, также находится микрофон. Колонки могут подключаться для поиска какой-то информации. И для разговора по телефону. То есть, к примеру, вы можете давать какие-то голосовые команды по поиску. Это будет передаваться на ваш смартфон. И смартфон будет это все включать. Или же можно просто общаться по громкой связи через этот же микрофон. Здесь также присутствует внизу индикатор Bluetooth. И когда вы ставите на зарядку, то здесь горит красный индикатор, который находится возле microUSB разъема. Итак, по подключению самых Bluetooth-колонок, думаю, объяснять особо не нужно. То есть, допустим, если вы пользуетесь смартфоном, вы включаете на смартфоне Bluetooth и ищете вот это устройство. То есть, давайте включаем вот эту колоночку. Прозвучал вот такой сигнал. Вот, видите, подключено C200. 90% аккумулятора. То есть, сразу же показывает емкость аккумулятора. И кодек SBC. Давайте сейчас немного протестируем, послушаем, как звучит одна колонка. Ну и потом, конечно же, покажу, как соединять в ТВС режиме. Ну и послушаем звучание двух колонок. Субтитры делал DimaTorzok 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 Как вы слышали, колонка достаточно громкая для своих маленьких размеров. Здесь в середине нету каких-то дополнительных динамиков, нету какого-то выраженного баса. Но из плюсов то, что здесь объемный один динамик на всю площадь, он широкий. И он выдает хороший частотный диапазон, где слышны все нюансы по детализации музыки. При том, что здесь нету пассивного басового динамика, колонка все равно старается выдать хорошо низкие частоты. На всей громкости нету никаких захлебываний, нету никаких прерываний. Звук на самом деле очень чистый и очень приятный на слух. Вот для тех людей, которые не любят, чтобы низкие частоты брали вверх над музыкой, вот это идеальнейший вариант. Теперь давайте подключим функцию ТВС. Смотрите, для этого мы включаем одну какую-то колонку. То есть сейчас вот я включаю одну основную, к примеру. Мы должны подсоединиться до одной колонки, вторая должна быть выключена. Потом запускаем вторую колонку. И нажимаем кнопку М. Смотрите, так как кнопка имеет двойное назначение, то не всегда с первого раза может получиться. Нужно примерно нажать на одну секунду и сразу же отпустить. Если вы будете нажимать дольше, то соединение не произойдет и нужно будет опять выключить колонку и попробовать заново. Но это, скажем так, дело навыков, потому я думаю, у кого они будут, 100% привыкнут и приучатся, как это все быстро делать. Итак, мы подсоединили сразу же две колонки. Горит сразу же два индикатора. То есть индикаторы должны быть белого цвета. Сейчас подключаем какую-то музыку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, как вы слышали, конечно же колонки, когда играют две и дополняют друг друга, то создают очень качественное 3D звучание, которое просто поражает. Очень классный звук и даже басов предостаточно. Конечно же, на одной колонке это немножко не так звучит, но вот две это прям шикарно. Звучание очень чистое, насыщенное на максимальной громкости. И когда срабатывает стереопара, то есть когда звучание, допустим, вы здесь слышите гитару какую-то, а вот здесь отдельно идет бас и голос, то такое чувство, что вы находитесь где-то в концертном зале. И эти колонки реально просто не хочется выключать. Единственный минус, который мне показался, это то, что их нельзя ставить вот таким образом, чтобы звук шел конкретно на тебя. То есть нету такой как бы подставки, вот здесь находится зарядка, ну и даже какой-то другой стороной, ну тяжело их поставить. Возможно, как-то можно помулчаться, но у меня это не получилось. То есть колонки, как обычно, просто ложатся на стол и вот так вот музыка играет вся вверх. Как вариант, можно единственное придумать подвесить с помощью шнурка. А так реально колонки идеальные. Для своей мощности и размеров они выдают просто офигеннейший результат. Если бы мне позволяли средства, я, конечно же, не думая, брал сразу же две. Очень удобно, что они занимают мало места, кинут где-то реально в сумку, в карман, в любой момент, когда нужно воспользоваться. У меня на канале есть и другие варианты конкретно колонок фирмы Vice Tiger. Кому интересно, можете по ссылочкам перейти, в описании я оставлю на обзоры и на продавцов, где можно это все купить, конкретно оригинал, а не какую-то подделку. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ставьте лайки.